Привет, красотки! Это, наверное, одно из самых долгожданных видео за этот год, по крайней мере, для меня, потому что это влог о переезде. Наконец-то все в нашей новой квартире готово для жизни там. И завтра такой официальный день переезда, когда мы заказали уже грузчиков, когда большая часть вещей переедет, и мы уже начнем раскладываться там. И более того, это будет наша первая ночевка завтра в новой квартире. То есть в этой квартире мы спим сегодня последний раз. Кстати, нет никакого чувства, знаете, такого меланхоличного, типа, я бросаю эту квартиру, у меня вообще такого нет, мне просто уже поскорее хочется съехать. Просто мне некоторые писали, что в переезде все классно, вдохновляюще, типа, супер, но как жалко прощаться со старой квартирой, и как будто чувство вины перед ней остается. Вот это, конечно, вау, бывает такое, но не у меня, видимо. Потому что я настолько счастлива, настолько рада и настолько уже хочу. Я просто верю, что эта квартира попадет в чьи-то хорошие руки. Да более того, это вообще не наша квартира, мы ее снимали. Представляете, три с половиной года. Тут происходит сбор чемодана. Не то, чтобы мы куда-то уезжаем в путешествие, это мы просто решили так разделить. Самые важные вещи на первое время мы положим именно в чемоданы. Для нашего собственного обозначения, что в чемоданах то, что нам нужно прям срочно, на первое время. Вот что происходит в коридоре сейчас. Я впервые так оценила это пространство, потому что, если честно, оно, ну, довольно бесполезно. Вот если посмотреть, мы в прихожей с вами находимся. Это такой центр, и отсюда все у нас двери расходятся в разные стороны. Здесь зал, здесь кабинет, здесь ванна, здесь спальня и здесь кухня. И вот эта зона, она всегда очень большая, но пустая, и столько квадратов просто терялось. Но сейчас здесь стоят коробки, и это очень удобно. Могу вам показать этот диван, наконец-то, во всей красе. Это ужасно, это просто ужасно. На самом деле, шикарный диван, который нам достался от наших арендодателей. Так получилось, что в возрасте года, полутора, Ева здесь наоставляла следов миллион. Мы ждали, когда уже мы будем знать, когда мы будем съезжать, чтобы заказать химчистку. Даже, может быть, две химчистки, его полностью очистить. И уже закрыть его просто пленкой, чтобы ничто его не запачкало. Потому что это белоснежный диван, ну, молочного света. Материал абсолютно не для детей, не для животных. Вот у нас в новой квартире тоже будет похожий материал диван, но он именно водоустойчивый, водостойкий. Там с него стекает прям вода, даже если вино пролить. Или та же моча, простите. Она остается на поверхности, и ты быстренько тряпочку убираешь. Здесь у нас барабаны едут с нами. Это не наш телек. Синтезатор едет с нами. Это мы отдаем маме. Стол едет с нами. Компьютер, конечно, тоже. Здесь часть моего туалетного столика сейчас находится, потому что туалетный столик уже переехал. Это мои подарочки на день рождения. Я хочу снять на них обзор, но уже из новой квартиры. Стол тоже переезжает с нами в детскую. Единственный, если честно, вопрос, который вертелся у меня в голове все время, пока я собирала наши вещи. Откуда? Можно узнать, откуда столько вещей. Вроде ничего лишнего никогда не покупали, постоянно делали чистки пространства. Казалось, что не копим хлам. Но реальность оказалась более жестокой. Мы очень много всего выбросили, отдали, продали. И, как мне кажется, в переезде именно это самое энергозатратное. Множество выборов, которые нужно сделать прямо сейчас. Итак, час спустя включаюсь снова к вам. Пустой стеллаж, пустой стол. Они полностью готовы к перевозке. Пустая вот эта тумба. Плюс еще свои подарки на ДР. Я уложила все это, поместилась в три коробки. Ева, ты папе помогаешь? Угу. Покажи свои инструменты. А еще покажи, что у тебя есть в коробочке. Пила. Да. Это я использую. Ты знаешь, что это твой пеленальный стол, который использовался по назначению месяца два? Он у нас поздно появился. Ну да, так он крутой. В итоге мы его вообще в деревню отправляем. Ух ты. От нас только что ушел мастер. по химчистке. Просто посмотрите на этот новый шикарный диван. Мне кажется, он таким чистым не был даже когда мы сюда заехали. Даже когда его купили просто. Это была какая-то очень мощная чистка в несколько этапов. Нам рассказали всю биологию этих процессов. Видишь, какой он чистенький? А я уже помогу тебе. Ну хорошо. Почему у тебя штаны? Те штаны не сняты. Это я. Ты рада переезжать в новую квартиру? Да. Нет. Нет? Нет. Почему? 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 У тебя там будет своя кроватка даже двухэтажная. И даже свое зеркало. И даже такие штуки-прически. И даже помады. И помады? Да. Да. И даже лак. Лак тоже будет детский. Да. Сегодня день приезда. Идем домой по швачкам. Чтобы принять грузчиков. Там уже будет Денис. И наш миллиард коробок. Нам нужно еще содрать с нашей кровати матрас. Постелить туда те матрасы, которые были. Старенькие от этой квартиры. Ну и попрощаться еще с квартирой. Весь третий мой триместр был в этой квартире. Девочка родилась. Ну не в этой квартире. Но она туда приехала после роддома. Она там выросла, по сути, до трех своих лет. Сколько дней рождения? Мне все время пишут, что такой очень сложно с день рождения два раза в год. Коробочки, коробочки, комод. Деркало остается здесь. Оно было здесь. Последние прокатки в этом лифте. Сюда бы еще две квартиры нас поместилось, по сути. Вот там вот так уборется. А здесь еще очень много места. Первый вечер в новой квартире. Это было как в тумане. Я просто какое-то время ходила туда-обратно, без цели, осознавая происходящее. Мы все разглядывали, обсуждали, начали потихоньку разбирать коробки. А потом все вместе рухнули и уснули за секунду. Смотрю. Ну, как тебе? И подсветочка, да, там есть? Там наверху сейчас матрасик расстелим, ладно? Доброе утро, красотки! Я вам говорю, это из новой квартиры. Ночь прошла великолепно. Если не считать одного момента, моего большого пальца на ноге, который просто взмыл от боли. Я уже даже поняла причину. Это мои домашние тапочки, которые просто невероятно красивые, очень классные. Но они мне малы оказались. Но я в них проходила очень много. Сама того не чувствую. И просто бедняга. Просто бедняга, на самом деле. Она шпульсировала так сильно. В общем, мне помогла Мася еле как уснуть. Но даже несмотря на это, ночь прошла замечательно. Как будто мы здесь всегда и жили. Очень комфортно, уютно. Сегодня Ева спала с нами, прямо на этой кровати. Потому что постельное белье в ее квартире... В ее квартире, да. Этажом ниже. В ее комнате мы его, оказывается, не взяли. Да, мы много чего еще не перевезли. Более того, кто-то из нас по имени Денис вообще спал без пододеяльника. Потому что где-то он в коробках. И так, ну, на ночь глядя не хотелось это искать. Пойдемте, я вам покажу Евину кроватку как раз. Здесь уже миллиард игрушек. Вот, видите, тоже без постельного белья, без постельного белья. Но сегодня, она уже сейчас ушла в садик. Сегодня она сказала, она будет спать на этой кроватке. Так что мы еще поедем в квартиру, конечно же, за остальными вещами. Мне, на самом деле, не очень хочется показывать конкретно, прям подетально сейчас каждый уголок. Потому что безумно хочется снять рум-тур. Где я расскажу просто обо всем. Вот прям обо всем, о разных классных решениях, которые действительно облегчили нам жизнь. Эргономичные по пространству, потому что бы пространство где-то сэкономить, где-то его лучше обустроить. Для начала, конечно, нужно разобрать все. Все разложить, ко всему привыкнуть, чтобы вообще пользоваться всем этим тоже уже более органично. Но невероятно. Невероятные эмоции. Такое ощущение, что я где-то в Пинтересте. Прямо сейчас нахожусь. Меня просто скопировали, вставили. И вчера, когда я разбирала коробки, мы уже многое достаточно так вот разложили, расфасовали просто по блокам. У меня было ощущение, что я распаковываю коробки и несу квартиру. Ну, типа, я для кого-то сейчас работаю и уйду потом. И это все не мое. Это невероятно. Невероятно, невероятно! Посмотрите на этот барашек. Ну, это просто такая любовь. Я готова просто его гладить, лежать и обнимать все время. Кстати, конкретно это кресло, это Ля Радут, французский магазин, интернет-магазин. Мебели, постельного белья, одежды, аксессуаров. Еще от них, кстати, мы заказали этот столик журнальный. Уже Евина Киска, Денисова кружка. И эти барные стулья тоже от них. И вот это освещение невероятное подвесное. Я даже не знаю, как правильно это сказать. Это не люстра, это не лампочки. Ну, лампочки, да, наверное. Но я влюбилась. Посмотрите, пока все вот так вот выглядит, к сожалению, к счастью. Ну, вот это разобрано, например, это еще разбирать. Но, тем не менее, посмотрите, какой цвет шикарный, изумрудный. Нам сегодня привезут наш круглый обеденный стол белый. Он сейчас сохнет и пахнет очень сильно лаком. И я очень рада, что такая фактура, где в целом не очень будет видны всякие пятнышки. Ну, я на это очень надеюсь, по крайней мере. Да, и кухня тоже все-все-все подробности я покажу в рум-туре. Вот, например, в кабинете я, конечно, очень умно уже поступила. Разложила свои чаши, разложила там аромамасла, свечки, полосанта. Ну, как бы стоит еще куча неразобранных коробок с важными вещами. Здесь, как вы помните, не просто так этот провод. Здесь будет карта мира деревянная, очень красивая, с подсветкой. То есть для нее вот этот провод. Но она будет готова через неделю только. Фисташковый диван этот тоже. И вот тот самый шкаф, который я вам показывала, по-моему, в одном из влогов, когда он уже стоял. Но сейчас, как он классно вписывается. Вот этот коленный стул, я ему заказала обшивку другую под фисташковый цвет, чтобы у нас здесь была гармония. И вот эта конструкция вся. Многие умиляются, что у Евы есть туалетный столик. Но действительно мне хотелось зоны, где будет она наводить красоту, так скажем, или мы ей будем наводить красоту. Чтобы в этом ящичке были всякие заколочки, всякие ее детские штучки. Здесь будет пуфик. Мы еще не привезли из старой квартиры. Что касается меня, самая большая боль в моей жизни была, конечно же, что у нас очень желтая квартира была. Одеяло. Вот одеяло тоже желтое, она меня расстрашает. Вот так лучше. И что мне приходилось видео снимать, ездить в студии. Здесь просто квартира как студия. Ты в любой зоне сядешь, вот даже здесь я сижу, ну как бы детская, конечно, тут карта. Это, кстати, обои. Тут в любой зоне, куда не сядешь, тут светло. Я квартиру в первую очередь выбирала действительно за свет, за, конечно же, локацию, потому что это прям то, что нам надо было. За квадратуру, конечно, но первое, о чем я говорила, это свет. Мне нужен был хороший свет, чтобы я везде, куда могла, села и могла снять видео. Я говорила, что мне будет гамак, мне подруга на день рождения подарила гамак. Он потрясающего, жемчужного цвета. Он идеально вписывается, мне кажется, в эту гамму с кроваткой, при том, что она никак, конечно, это не подбирала конкретно к дизайну. Хотя я и сказала, просто не яркие цвета. Гамак, в котором можно заниматься. Еве качаться. Я говорю, я не верю, я просто не верю. Мы заходим в гардеробную, сейчас я здесь открою свет. Я, кстати, могу здесь прямо из окна увидеть, как Ева идет домой. Ну, если бы я ее сегодня не встречала, потому что мне ее надо сегодня встречать, и это буду делать я. Но если ее встречать кто-то другой, то отсюда прям всю дорогу можно видеть. Сзади гардеробная сейчас находится. Здесь закрытые шкафы, здесь открытые полки для удобного доступа. Но я туда просто все специально скидала, чтобы коробки освободить. Зеркало в Икеа, которое я заказала на последней распродаже. И, 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 и. И у нас такой полукруглый балкон и вот такое круглое гнездо. Пока что это все, но еще круглый светильник, солнышко. Это тоже леорадут, это тоже восторг, как и все от них. Я начинаю все разбирать, начинаю формировать список того, что нам еще нужно забрать из старой квартиры прямо сегодня. То без чего нам сейчас прям худо. Я впервые пользуюсь индукционной плитой. Надо сварить гречку. У меня, по-моему, единственная посуда здесь. Это вот этот вот ковшечек. Нужно подобрать вот идеальный для него диаметр. Включаем. О, все очень интуитивно понятно. Сейчас будет первая гречка в этой квартире. Ну-ка, а здесь, кстати, есть свет у нас? Да, тоже есть свет. Не знаю, как вам, но мне пока так непривычно видеть новые локации и называть это своей квартирой. Например, йога на фоне дивана в старой квартире уже никогда не повторится. Но, конечно, будут новые ракурсы, новые кадры и новые истории. Этот туалетный столик уже пережил два переезда. Мне кажется, это говорит о многом. Куда мы идем? Мы хотим новую. Ты будешь там спать на двухъярусной кроватке? Да. Да. Тебе нравится наш двор, Пупс? Какой? Это двор. Да. Тут и новые качели, и новые голубки. Да. И новые даже качели. Почему у тебя куртка полгода была нормальная назад, а сейчас уже маленькая? И джинсы маленькие, и шапка маленькая. Как ты так быстро растешь? И варежки маленькие. И варежки тебе маленькие? Ну, варежки-то вроде нормальные. Нет. Гамак заценила, Ева? Да. Да. Мы весь день всю тут будем жить. Весь день будем жить. Ева, мы здесь будем теперь всегда жить. Всегда? Да. Я стараюсь? Не, не в старой. Варежки-то? Ну что, красотки, этим видео мы, наверное, открываем целую эпоху не только в нашей жизни, но и на этом канале. Дайте знать, если вам интересны видео про покупки домой, организацию пространства и все в этом духе. Благодарю за то, что разделили с нами это событие. Скоро увидимся. Пока.